В Комитете по труду и занятости правительства Хабаровского края подвели промежуточные итоги опорного проекта «Кадровый резерв» флагманской инициативы губернатора «Интересная работа. Достойна зарплата». Она охватывает целый ряд аспектов, которые влияют не только на состояние самого рынка труда, но и социальную и экономическую обстановку в регионе. Установлены четкие целевые показатели, которые должны быть достигнуты к 2030 году. По двум из них цели уже достигнуты и даже перевыполнены. Так, число безработных вышло на рекордный исторический минимум. А это один из важнейших индикаторов эффективности всей экономической политики, как в государстве, так и в крае. Также существенно растет число самозанятых. При этом в регионе продолжает остро стоять вопрос дефицита трудовых ресурсов для предприятий. Текущая потребность в кадрах, заявленная работодателями в органы службы занятости, составляет более 24 тысяч вакансий. Решение кадрового вопроса – это одна из ключевых задач. В регионе работает целый комплекс мер, которые направлены на стабилизацию и гибкость реагирования на рынки труда в соответствии с указом президента. В крае модернизируются центры занятости. При поддержке из федерального бюджета реализуются механизмы проактивной работы как с теми, кто ищет работу, так и с работодателями. Приглашаем к разговору нашего гостя в студии Григория Солодянкин, начальника дела комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края. Григорий Галаевич, давайте еще раз. Проект называется «Кадровый резерв флагманской инициативы. Интересная работа. Достойная зарплата». Расскажите об аспектах, какие задачи, какие показатели, что планируется. В рамках данного проекта предусмотрено достижение четырех целей, задач. Это увеличение числа самозанятого населения, обучение не менее 25 тысяч безработных, ищущих работу граждан. Это снижение уровня безработных до 4,5 тысяч человек, а также увеличение уровня удовлетворенности работодателей службы занятости населения до 90%. На сегодня мы достигли уже два показателя. Число самозанятых в крае составляет порядка 62 тысяч человек. То есть это в полтора раза выше, чем мы поставили себе планку. И число безработных составляет на сегодняшний момент 2800 человек. То есть это тоже достаточно хороший такой показатель. Теперь наша задача удержать эти показатели до 2030 года. Но вот достаточно открытая информация, регулярно обновляемая, это уровень безработицы в регионе. Вот за счет чего удается держать его на низком уровне? У нас на самом деле много различных инструментов, механизмов, которые мы используем для этого. Начнем с того, что с 2020 года мы реализуем дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. То есть они предполагают организацию временной занятости общественных работ для тех, кто находится под риском увольнения. То есть работники, которые, чтобы они не пришли к нам в службу занятости, мы помогаем работодателям преодолеть этот кризис. Помогаем деньгами на выплату заработной платы, на материальную поддержку к зарплате. И за этот период мы помогли 687 работодателям и оказали поддержку на общую сумму более 230 миллионов рублей. То есть это такая хорошая помощь. И потом, значит, мы модернизируем службу занятости в целом. То есть у нас модернизированы два центра, это в Хабаровске и Амурске. Все услуги мы перевели в электронный формат. Поэтому, если, допустим, сравнивать, опять же, мы берем допандемийный год, 19-й, потому что у нас был всплеск на рынке труда, но это не от нас зависело с вами. То есть, допустим, в 19-м году средний период поиска работы, нахождение безработного на учете службы занятости составляло 5 с лишним месяцев. То сейчас мы этот показатель уже снизили до 4-х месяцев. То есть мы стремимся к тому, чтобы минимизировать время нахождения на учете, чтобы побыстрее помочь людям найти работу. Получается, безработица у нас в Хабаровском крае все меньше. Чудесные показатели меньше. Но что касается дефицита кадров, вы просто как-то вскользь уже обновились, что до сих пор еще испытываем мы некую потребность в кадрах на некоторых предприятиях. Да, действительно, это так. То есть более 24 тысяч вакансий у нас заявлено на сегодня, а безработных всего 2800. То есть спрос и предложение, как говорится, спрос намного превышает. Да, предложение в 9 раз. И, соответственно, мы также здесь отрабатываем эти вопросы по обеспечению кадрами работодателей. У нас есть, опять же, различные механизмы, сервисы. Это сервис персональный менеджер, массовый отбор кандидатов на работу. Это эффективная вакансия. Недавно мы запустили новый сервис в Комсомольске и в Хабаровске. Он предполагает помощь работодателям, когда они размещают вакансию, чтобы она была более интересна для восприятия, чтобы больше было откликов. Также мы проводим ярмарки, вакансии. То есть в этом году мы приняли участие в всероссийской ярмарке и вакансии, которая прошла в Бросском Оле. Все, наверное, помните про эту историю. Всего мы провели в этом году 128 таких ярмарок. И мы понимаем здесь, что только за счет жителей региона, которые стоят у нас на учете, которые обращаются в службу занятости, мы не сможем до конца решить кадровую потребность работодателей. Поэтому мы используем еще другие механизмы. Один из них — это обучение. То есть мы обучаем безработных, и не только безработных, это граждане также иных социально уязвленных категорий, так называемых. То есть это у нас граждане старшего поколения, женщины с детьми дошкольного возраста. Это молодые люди до 35 лет, которые тоже сталкиваются с трудностью поиска работы. Потом это работники, которых предупреждены об увольнении, чтобы тоже им подыскать работу. И еще у нас новая категория — это участники специальной военной операции, которые вернулись. Соответственно, они могут пройти бесплатно обучение в рамках национального проекта «Демография». У нас действуют на территории края три федеральных оператора, то есть они по всей стране действуют, в том числе и у нас. И множество программ, то есть более трех тысяч. Постоянно эта цифра меняется, потому что программа постоянно направляет нам на согласование, мы их проверяем, согласовываем, чтобы она соответствовала потребности региона, одобряем, и люди учатся. И еще один механизм, о котором я тоже хочу рассказать, это мероприятие, направленное на мобильность трудовых ресурсов. То есть у нас действует программа мобильности трудовых ресурсов, которая предполагает выплату работодателям за каждого привлеченного из другого региона квалифицированного специалиста миллион рублей. Соответственно, то есть эти деньги можно потратить на обустройство работника на новом месте, выплату арендной платы, приобретение каких-то необходимых обеспечений какого-то, обустройства, чтобы он смог у нас закрепиться и работать на благо наших работодателей. Соответственно, вот такие вот у нас. А вот если говорить про переобучение, то есть понятно, что переобучать желательно специалиста, который либо находится в подвешенном состоянии, либо остался без работы, на те профессии, которые необходимы, рабочие руки где нужны. Вот примерно можно вот там топ составить, что это за направление, или может быть какой это уровень, то есть это рабочие какие-то профессии, или это люди с высшим образованием? Ну, вот, во-первых, хочу сказать, что у нас, ну, если понимать потребности, то у нас потребность, допустим, в отраслях таких, как строительство, транспорт, образование, здравоохранение, а также информация и связь. Соответственно, ну, и еще обрабатывающие производства. Соответственно, больше все-таки требуется рабочих рук, то есть рабочие профессии нужны. И, в принципе, у нас, допустим, три федеральных оператора, два из них, они больше заточены все-таки на повышение квалификации, а третий оператор, институт развития профессионального образования, он заточен на профессиональное обучение по рабочим профессиям. То есть они как раз-таки сотрудничают нас с нашими техниками, колледжами, которые осуществляют подготовку, и таким образом происходит подготовка по этим управлению. Люди пусть к нам приезжают из других регионов нашей страны, правильно? У нас и дальневосточная ипотека, и льготная ипотека другающаяся, и гектар дальневосточный. Вот именно. А какой климат в ноябре, как у нас хорошо, тепло и снежно, да? Пусть к нам все приезжают на работу сюда. Их эфицирует у нас скоро откроется, тоже нужен рабочий персонал. Кстати, там около тысячи мест, 1200, конечно же. Конечно, конечно. В общем, все к нам. Спасибо вам большое за эту беседу. В гостях у нас был Григорий Солодянкин, начальник отдела комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.